ну что ж ребятки всем привет и продолжение темы мошенничества расскажу вам еще одну историю о том как обманывают покупатели до покупатели тоже обманывают обманывают часто но обманывают они в основном крупных продавцов иногда они обманывают и не крупных продавцов но кого-то кто продает редкие дорогие орхидеи как это работает а есть человечек который покупает он действительно покупает орхидеи в заказах его многие знают он там она он я имею ввиду человек и покупатель поэтому он и то есть как бы втирается в доверие вы его знаете этого человека все норм вроде бы и как это случилось с одним из продавцов орхидеи которые я очень любила они возили заказы немножко другие не те которые возили другие мои любимые продавцы я с ними очень активно сотрудничала и этот случай сломил девчонок и в общем-то они потихоньку свою лавочку прикрыли а этот человек заказывал платил покупал и втерся в доверие классный такой человек весь в баха парень да мужчина это был мужчина ладно признаюсь это был мужчина и в общем он заказал вот знаете тот момент он заказал очень редкие дорогие и страшные для многих орхидеи потому что они очень специфические в уходе они требуют очень специфических условий и девчонки работали как вы заплатили они вам отдали а тут им пришли такие орхидеи и они побоялись что они с ними просто они их угробят а этого мужчина не знали он у них брал не первый раз он ну жил с одной из продавцов в одном городе и в общем они видите то есть девушка которая продавала видела его вживую он приезжал забирать свои орхидеи не раз и так сложилось в общем что он их уговорил там на очень круглую сумму был заказ очень редких таких террариумных скажем так как это тогда называли орхидей и таких миниатюрных микроскопических всяких разных и он договорился с ними что вот он сейчас не может заплатить всю сумму но он обязательно заплатит и предложил им такой найти как взять орхидеи в рассрочку он приехал они конечно же согласились ему отдать потому что они реально побоялись что орхидеи помрут и это капец сколько денег и они ну как бы это будет на их совести и это будут их деньги они не будут тогда как не смогут взять с этого мужчины деньги потому что на орхидеи что погибли они их не доставили то есть это их косяк их косяк их ответственность денежная и вот этот страх толкнул тех девчонок тогда ему действительно отдать страх и доверие потому что но он же у них уже не первый раз берет и они же уже в живую видели ну вот же так мужчина разве он может обмануть и они отдали ему эти орхидеи и он пропал то есть он их там завтраками кормил все а потом просто пропал пропал и это очень неприятно было потому что он их поимел да извините за такое выражение на деньги потому что орхидеи он забрал деньги он не вернул они заплатили свои деньги поставщикам и потом выловили он эти же орхидеи быстренько продал террориумистом да террориумистом на форумах террориумистики господи когда повторяешь много раз слово становится таким дурацким в общем на специализированных форумах кое-что продал на OLX собственно там его и поймали но вот так вот неприятно и настолько это ударило по девчонкам они больше не захотели возить то есть они довозили то что уже висело и на этом в принципе у них дело и завернулось мне очень жаль что так случилось потому что мне действительно нравилось у них были некоторые заказы которые не возит никто но вот к сожалению так сложилось вот так вот покупатели тоже втираются в доверие и тоже обманывают как еще обманывают покупателя с этим столкнулась и я я продаю деленки обычно своих орхидеи какие-то дубли где-то на тот момент я решила попробовать я думаю вы кто следит за моей страничкой улиточка sorches garden на фейсбуке видели я очень хотела некоторые орхидеи в условии заказа было так что надо заказать определенное количество позиций то есть там хочешь например не знаю котлею дигбиану но надо заказать минимум пять штук то есть или уговаривать кого-то заказать вместе с тобой или самой заказывать пять штук и пытаться реализовать я очень хотела несколько орхидей поэтому я заказала сама и потом попыталась реализовать и давайте так я знаю что я отправляю я знаю свои условия я знаю как я пакую я знаю как это доезжает и когда мне девушка написала что вы мне прислали орхидею она дохлая прикладывает мне фото я говорю девушка это не моя орхидея и в общем то начался скандал с угрозами на что я и приложила фото когда я отправляла и у меня есть видео нет у меня есть видео и вы видите по количеству бульб и у меня было общее фото всех пяти которых я заказала и ни одно по количеству бульб по форме по расположению не было похоже на то что она мне прислала на то что у нее сдохла поэтому я говорю это или вы меня сейчас обманываете или вы меня путаете с другим продавцом в общем то на этом все и замялась и она пропала с радаров вторая девушка долго морочила мне голову я уже не хотела ей продавать ну вот не знаю что-то меня все-таки сподвигло я и отправила и обычно я пишу здравствуйте я вам орхидею правила вот вам ттн очка придет она то дата пожалуйста заберите потом в тот день когда орхидея приходит кто у меня брал то знает я обычно пишу здравствуйте ваша орхидея приехала на уже на отделение ждет вас вы можете пойти забрать ттн очка у вас такая-то если человек не забирает я ему пишу на следующий день здравствуйте к вам вчера приехала орхидея заберите ее пожалуйста я ее высылала сухой она может там высохнуть вам же не нужен за ваши заплаченные деньги орхидейный трубик сходите заберите в общем девчонка забрала свою орхидею не помню через пять дней или через четыре после чего она мне прислала фото и сказала она же высохла посмотрите какая вобла что вы мне прислали верните мне деньги и пошел скандал на что я и быстренько кинула скрин нашей переписки что они у меня есть о том что когда я выслала скрины с новой почты как она шло трекер полный и что я и писала что заберите и прошло много дней и это лето и я отправляла орхидею сухой и она пролежала сухой и да она высохла воблу и и как бы ну надо бы полить потому что орхидея ну как не была той которая может переживать про сушки то есть это было не котлея и я девушки говорю я уже надо полить нет 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 я не хочу ждать не надо поливать и потом как бы более идеальный момент высылать высылайте прямо сейчас ну прям сейчас так прям сейчас и вот так вот сложилось но мы с ней тоже это урегулировали она конечно же осталась недовольна там обругалась она ей написал что ну девушка вы летом в плюс 30 ждать блин пять дней нет и если вы помните то те орхидеи я покупала в ноябре то есть это орхидеи у меня простояла до лета адаптировалась и да я выслала уже адаптированную свою орхочку и приключилась вот такая бедося да это ну вот так вот обманывают на самом деле покупать и то есть будьте внимательны на самом деле и таких обманов на самом деле очень очень много вплоть до того что иногда знаете вот вам кидают подтверждение оплаты вот пока к вам денежки на карту не капнули не верьте ни одному подтверждению оплаты был какой-то обман о том как вот ты открываешь подтверждение оплаты есть бланк но он там не то что подделанной фотошопе но тут же закрывается и ты не успеваешь все прочитать то есть он как-то в мигал я не вникала мне такое к счастью приходило но он мигает и ты не можешь все прочитать и просто вот там более-менее нужная сумма а а тебе в итоге денежки не капают а ты это отправила нужно вот же подтверждение есть а на деле это вот такая вот обманочка так что обманывают все и покупателей продавцы и тех кто сейчас хочет успеть продать пока тепло с рук или у кого маленький свой орхидейный бизнес ребятки тоже будьте бдительны ай не всегда можно всем к сожалению верить даже тех кого ты видел в живую и и тяжелое финансовое положение в данное время во многих семьях делает свое дело вот ну на этом цикл наверное про мошенников и обманщиков я закончу видео разоблачение делать я не буду кому интересно обращайтесь я вам подскажу я думаю вы сами должны знать есть группы где очень описывается все мошенники все случаи все обманщики можете там почитать и на этом все всем большое спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений честных продавцов заглядывайте в инфобокс и в конце видео будут вылазить подсказочки и на этом все и пока пока